Краткий обзор на видео. Найдите дикорастущие кусты ивы, срежьте старые ветви и на следующий сезон у вас будет хороший однолетний пруд для плетения. А как это сделать эффективно и получить качественный пруд на долгие годы я расскажу в этом видео. 1. О чем данное видео? В данном видео пойдет речь о том, как превратить дикорастущие кусты ивы в дикорастущую плантацию, которая будет приносить вам многочисленный и качественный пруд для плетения долгие годы. 2. Зачем заниматься выращиванием дикорастущей плантации ивы? Не лучше ли посадить сортовой пруд? Большинство начинающих мастеров не имеют возможности использовать для плетения сортовой пруд. Для выращивания плантации с нуля требуется время и ресурсы. Найти дикие заросли ивы гораздо проще. Но без правильной подготовки пруд может быть непригодным для работы. Многие мастера используют дикий пруд для работы постоянно. 3. Что полезного я могу узнать из этого видео? Я занимаюсь плетением уже много лет. Живу в городской черте и посадить в собственную плантацию сортовой ивы у меня пока нет возможности. Но в моем распоряжении недалеко от дома находится большое количество дикорастущей ивы, нескольких сортов, которую я использую для плетения. И за годы моей работы я сделал определенные выводы и уверен, что мой опыт пригодится многим начинающим, а возможно и опытным мастерам. 4. Какие достоинства при использовании дикорастущей ивы? 5. Безусловно, использование сортового материала, выращенного на хорошей плантации, имеет ряд преимуществ. Это качество и гибкость прутьев, длина, небольшая сбежистость прута. Их похожесть друг на друга. Но тем не менее, выращивание диких плантаций также имеет ряд своих преимуществ. 1. Вам не требуется земля для посадки своей плантации, поскольку вы будете использовать то, что уже растет в природе. 2. При правильной подготовке и подходе к выращиванию дикой плантации, вы минимизируете свой труд. Нужно один раз правильно подготовить куст и после этого лишь ходить собирать урожай. При этом он не будет требовать полива, не будет требовать опрыскивания от вредителей, не будет требовать охраны от животных, которые могут повредить вашу плантацию. Поскольку вы будете использовать адаптированные за долгие годы растения, которые полностью приспособились для местного климата, местных обитателей, насекомых и животных. 3. Третье преимущество. При достаточно большом объеме диких зарослей, вы можете выращивать неограниченное количество материала. 4. Вы можете получить материал для плетения в большом количестве бесплатно, уже в следующий сезон, потратив на это всего несколько дней вашего времени. Недостатки. 1. Как я уже сказал ранее, дикий пруд иногда уступает по качеству сортовому. 2. Рядом с вашим домом может не быть достаточного количества дикой ивы. 3. Вы полностью будете зависеть от погоды и если будет засушливый неурожайный сезон, вы никак не сможете на это повлиять. Поэтому важно выбирать хорошее место и готовить кусты с запасом. 5. Где можно найти дикую иву? Вообще род ива насчитывает более 550 видов. И это очень распространенное растение. Произрастает во всех климатических зонах, но прохладный влажный климат любит больше. Традиционные места обитания диких зарослей ивы это озера и берега рек, прудов, овраги, болота и другие низинные места, где часто бывает сыро. И если вы живете за городом, найти такие места достаточно просто. Сложнее, если вы живете в городе. Наличие автомобиля упрощает значительно поиск. Практически в любом городе имеются реки, пруды и озера. Это первые места, куда вам можно отправиться на поиски. Также очень часто ива поселяется в скверах, парках, на пустырях, оврагах. Также ее легко найти вдоль обочин дорог и трасс. Как правило, у них по бокам идут небольшие овраги для сбора дождевой и талой воды. Очень часто они зарастают ивой. В свою очередь, дорожные рабочие регулярно эти кусты обрезают. И в таких местах можно найти и сразу собирать готовый пруд. Также хороший пруд можно встретить под линиями высоковольтных электропередач. Там регулярно выпиливают всю растительность. Ива там хорошо растет. Также ее можно найти там, где есть дачные участки, карьеры, свалки. Очень часто в таких местах весной жгут траву. Вместе с ней горят и ивовые заросли. Потому что в диких кустах ивы много сухих веток и листьев. В таких местах после пожаров осенью можно найти хороший материал для плетения. Но он все же хуже, чем специально подготовленный и обрезанный куст. Далее я объясню почему. 6. Какие дикорастущие сорта лучше использовать? В моей местности произрастает несколько сортов ивы. Из них для плетения я использую в основном только два вида. Я несколько раз пытался определить свои сорта, искал в интернете, но точно определить так и не смог. Хотя эта ива очень распространена в нашей средней полосе. Если кто знает, напишите. Основной вид, который я использую, крупнее, а второй вид имеет более мелкий прут и чем-то похож на краснотал. Но это не он. В целом эти два вида по своим характеристикам похожи друг на друга. Имеют жесткий прутик с мелкой сердцевиной и сложно окрашиваются содой и железным купоросом. Более крупный вид при правильной обрезке легко достигает высоты 2,5 метра однолетних прутьев. Также в большом количестве у меня растет ива козья. Есть ива трехтычинковая, но ее мало. Трехтычинковая ива или белотал отлично подходит для плетения и ее используют многие мастера. Козья ива также подходит для плетения, но имеет на поверхности прутиков небольшие рубчики. В целом она подходит для ленты и плетения крупных изделий. Есть еще несколько видов, которые я использую для плетения в коре из-за другого цвета, для декоративных целей. В общем, для плетения можно использовать многие сорта ивы и других растений, образующие кустарник. Древовидных видов ивы, пригодных для плетения, меньше. И я их не использую. Семь. Вот я нашел дикорастущие кусты ивы, что мне делать дальше? После того, как вы нашли подходящие заросли ивы, желательно осмотреть их, найти однолетние побеги и проверить их на пригодность. Побег можно попробовать намотать на палец, согнуть прутик под 90 градусов и более. Как правило, кусты, пригодные для плетения, можно определить по толщине, длине, гибкости и жесткости прута. Если выбор у вас невелик, то нужно использовать то, что есть. После того, как вы решите, что именно этот сорт ивы подходит для вас, нужно посмотреть и подумать, можете ли вы подготовить здесь плантацию. Исходя из своего опыта, я определил несколько критериев при выборе места для дикой плантации. Пункт 1. Важно определить, что кусты, которые вы хотите использовать, никому не принадлежат и у вас не возникнут проблемы с хозяевами участка или с властями. Пункт 2. Осмотреть кусты на наличие предыдущих срезов или спилов, что будет указывать на наличие конкурентов в данном месте. Если есть возможность, лучше делать плантацию там, где ее не смогут найти конкуренты. Пункт 3. Также важно выбирать место для плантации там, где она будет расти несколько лет, чтобы быть уверенным, что через месяц или через полгода здесь не начнут строительство какого-то дома или прокладывание дороги, чтобы ваш труд не пропал напрасно. Пункт 8. Теперь, когда я определился с местом для плантации, какие лучше всего кусты выбирать? Для выбора конкретных кустов у меня также есть ряд рекомендаций. Пункт 1. По возможности выбирайте те кусты, которые находятся в канавах, углублениях и других подобных местах, где может скапливаться больше влаги. Растения в таких местах растут гораздо лучше. 2. При выборе кустов для плантации надо учитывать наличие света. Я экспериментировал и сделал выводы, что кусты, срезанные в гуще зарослей, находящиеся в сильной тени, дают более слабый результат, чем кусты, растущие на открытом солнце. Наилучший же результат дают кусты, которые будут частично затенены, например, с восточной или южной стороны, но открыты с северной и западной. Они дают наилучший результат по длине и количеству прутика. Поскольку растению хватает света для развития, при этом тень от соседнего большого куста заставляет его тянуться еще выше. 3. Также нужно учитывать вероятность того, что во время поджога травы весной ваш куст может пострадать, поэтому желательно выбрать место с наименьшей вероятностью этого. 4. Если вы по срезанным веткам или спилам поняли, что в вашем районе имеется конкурент, старайтесь выбирать кусты, которые находятся вдали от дороги или тропинки, кусты, которые будут незаметны при прогулке по этой местности. 5. Также старайтесь выбрать кусты для срезки в отдалении друг от друга. Даже если кто-то найдет ваш куст и срежет его, он не сможет найти остальные ваши кусты. Говоря простым языком, не кладите все яйца в одну корзину. 9. В какое время года лучше всего заняться подготовкой дикой плантации? Как показала практика, оптимальное время для подготовки плантации – это осень. Осень в разных регионах наступает в разное время, и лучше ориентироваться непосредственно на поведение самих растений. Когда растения сбрасывают листву, с этого момента можно приступать к подготовке плантации. Обрезку также можно проводить и весной, до наступления сокодвижения. Но этот вариант хуже, поскольку растения уже подготовятся просыпаться, и когда сокодвижение начнется после вашей срезки, сок будет вытекать через свежие раны, и растения потеряют часть силы и питания. Если же делать осеннюю обрезку, то за зимние месяцы растения смогут адаптироваться к новому состоянию. Срезы успеют подсохнуть, и весной спящие почки начнут быстрее просыпаться. А это значит, что новые побеги появятся намного быстрее, и за лето вырастут больше. 10. Почему поджог травы и кустов опасный дает более худший результат, чем срезка? Очень часто трава горит в тот момент, когда растение уже начинает распускать почки и листья, и при горении они погибают. Растению приходится выпускать новые побеги, при этом у корней остается меньше питания и сил для их роста. Из-за этого прутики не успевают полностью и полноценно вырасти за летний сезон. А если будет засушливое лето, растение может вообще погибнуть. Также не стоит забывать о пожароопасности. 11. Как именно производить обрезку дикого куста? В течение нескольких лет я пробовал различные варианты и сочетания этих вариантов. Я пробовал срезать куст полностью под ноль, срезать куст на пенек, оставляя крупные ветви на высоту где-то 20-30 см. Пробовал частично вырезать куст, оставляя часть больших ветвей. Пробовал вырезать куст в середине, оставляя боковые ветви, в надежде, что новые побеги будут сильнее тянуться к свету. Оптимальным вариантом оказалась полная срезка куста на пенек 20-30 см, а также срезка под корень. У этих вариантов есть ряд отличий. При срезке под корень спящие почки дают очень много побегов. Их количество очень большое, из-за этого густота куста мешает развитию части побегов, и они остаются недоразвитыми, слабыми и маленькими. Также этот вариант не очень удобен, если вы планируете уборку прута делать зимой, когда лежит снег. При втором варианте срезка на пенек. В рост идут всего несколько почек с каждой оставшейся ветки. Это 4-5 почек, которые в дальнейшем дают полноценно развитые прутики. А если растению хватает питания, то оно выпускает дополнительные прикорневые побеги, которые тоже вполне могут хорошо вырасти. И такие кусты легче потом обрезать, даже при наличии снега. Остальные перечисленные мной варианты я не буду рассматривать здесь, поскольку они оказались менее эффективными по сравнению с этими двумя вариантами. Надо учитывать, что во время срезки куста мы удаляем полностью все сухие ветки, а также удаляем побеги и молодые отростки, которые на следующий год могут забирать питание у наших молодых побегов. Также по возможности удаляем траву и листья, которые могут быть вокруг. Это сбережет наш куст при горении травы. Также в этом году я проводил эксперименты по расширению отдельных кустов. Если позволяет пространство вокруг куста, его можно расширить. Для этого я оставлял длинные ветви, обрезая их на высоту 50-60 см. Изгибая их, втыкал макушкой в землю. Также можно прижать эти ветви камнями, но это менее эффективно. Часть ветвей, которые я таким образом втыкал в землю, прижились. И побеги на этих ветках были сильными и крепкими. Побеги на тех ветках, которые не прижились, были более слабыми. Таким образом, я думаю, постепенно можно расширить куст, и он будет занимать большую территорию вокруг, давая все новые побеги. Также я пробовал сажать вокруг куста отдельные черенки, срезанные тут же. Но они редко приживаются из-за частых засухи. 12. Какой инструмент использовать для подготовки плантации? 13. Лично я использую всего лишь два инструмента. Это небольшая ножовка и секатор. Купить такую ножовку мне повезло в строительном магазине. Она там продавалась, как ножовка для гипсокартона. Как оказалось, она очень удобная в работе. Компактная и острая. Имеет зубцы с двух сторон, направленные в разные стороны, в разных направлениях. Можно пилить как на себя, так и от себя. Рекомендую такую всем. Чехол для нее я сделал сам. Соответственно, толстые и сухие ветки мы с помощью ножовки пилим. Тонкие ветки срезаем секатором. Обрезанные ветки лучше оттащить подальше от нашего куста, чтобы они не мешали, не привлекали внимания и не загорелись во время пожара. 13. Моя плантация готова. Что дальше? Как ухаживать? Если вы подготовили плантацию, как я описал выше, то в следующий раз вы можете прийти на нее только в августе или уже совсем осенью для сбора урожая. Но лучше первое время посещать ее регулярно, раз в месяц и наблюдать, какие кусты будут расти лучше, а какие хуже, чтобы сделать вывод на будущее. 14. Когда собирать урожай? Сбор прута лучше делать после листопада. 15. Но иногда я провожу предварительно срезку прута. Обычно я это делаю в начале или середине августа. В это время я срезаю наиболее крупные и длинные прутья, которые для меня уже имеют достаточную толщину и длину. Такой прут идет для плетения крупных изделий, детских люлек, больших корзин, коробов и мебели. Обычно у меня это 10-30% от всех прутев в кусте. Если этого не сделать в августе, этот прут станет слишком крупным к концу осени и будет малопригоден для моих целей. Также это дает возможность оставшимся прутям еще лучше вырасти за оставшийся период вегетации, поскольку освобождается часть питательных веществ. Но не стоит делать полную обрезку куста до тех пор, пока идет вегетационный период, поскольку куст пустит новые побеги и в дальнейшем это может повредить качественному развитию данного растения. Также если среди лета вам необходим соковый прут, то делайте частичную обрезку, не более 30%. Я срезал несколько раз кусты на соковый прут полностью, и это привело к их гибели в дальнейшем. Растение на зиму забирает питательные вещества из веток в корни и делает это в конце осени, перед листопадом. А если забрать будет нечего, то куст со временем погибнет. Естественно, чем крупнее и мощнее был ваш подготовленный куст, тем больше он даст побегов и прутьев для плетения. Для подготовки плантации я стараюсь использовать средние и крупные кусты, они дают максимально большой урожай, до нескольких сотен прутьев с одного куста. В основном при таком подходе и обработке каждый куст будет приносить регулярно урожай. Вполне возможно, что каждый следующий год урожай будет уменьшаться. Тогда, возможно, стоит этому кусту дать отдохнуть, оставить несрезанными прутья еще на 1-2 сезона. Впоследствии этот прут можно будет использовать как двух-трехлетнюю палку для производства ленты или мебели. Уменьшение количества прутьев скорее всего связано с тем, что постепенно уменьшается корневая масса. Поскольку мы сильно уменьшили наземную часть при подготовке куста, то и корневая масса также будет уменьшаться за ненадобностью. Поэтому я стараюсь регулярно подготавливать для плантации новые кусты. Это были основные моменты, которые нужно учитывать при создании плантации из дикорастущей ивы. Теперь подведем итоги. Старайтесь выбирать сильные, здоровые кусты для срезки. Выбирайте их, скрытых от постороннего взгляда местах. Учитывайте наличие влаги и солнца. Обрезку проводите поздно осенью или зимой. Срезайте куст полностью под корень или оставляйте пеньки высотой 30 см. Наблюдайте за ростом вашей плантации и делайте выводы. Поскольку в вашей местности могут быть отличия от моей и придется вносить изменения для большей эффективности. Пробуйте, делайте, и у вас все получится. Делитесь своим опытом и наблюдениями в комментариях. Оставляйте вопросы и пожелания. Удачи вам! Любите и берегите природу! С вами был Зыков Виктор и мастерская Ивушка48. Субтитры создавал DimaTorzok